Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты, я Максим Кембель, смотрите сейчас. По следам урагана президент раскритиковал медленные темпы лесовосстановления. Сколько у нас пустующих таких земель? Тысячи и тысячи. Что поручил глава государства. Не уступил дорогу, на пересечении Крылова и Шевченко перевернулась иномарка. Помог ему вылезти. Спешка ли банальная невнимательность? Гори-гори ясно, чтобы не погасло. В Бобруске простились зимой. Тяжело было петуха доставать, он убегал. Кому достался приз дня. А также пятая волна, рабочие руки и майский уикенд. Следующие длинные выходные белорусов ждут уже через полтора месяца. На какое число выпадает радуница? На контроле президента во Дворце независимости обсудили последствия иноварского урагана. Александр Лукашенко еще по горячим следам поручил внимательно отнестись к ликвидации завалов. Стихия оставила после себя бурелом на территории в 28 тысяч гектаров. На учет поставили 900 тысяч кубометров цены древесины. Работы проводились, пока замерзшая земля позволяла въехать технике в леса. Древесина – это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни обводили, древесины в мире недостаточно. Немытьем, так катанием ее будут приезжать, просить покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи. Но это отдельный вопрос. Надо каждый клочок пустующих земель занять лесами. Но я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленным. Ну и бывшие фермы, вокруг агрогородков, крупных деревень, которые сохранятся и в будущем, и прочее, прочее. Где водонапорные башни были, где были мехдвори, а сейчас их нет. Молочно-товарная ферма, фермы от корма. Сколько у нас пустующих таких земель. Тысячи и тысячи. Почему мы не можем там, где запросто, без больших затрат, можно высадить лес, этим не занимаемся? А если занимаемся, спустя рукава. Глава государства поручил до 15 марта вывезти всю заготовленную древесину к дорогам, чтобы затем можно было с ней работать в весенне-летний период. Лесоматериал направят на пилорамы, в мебельные цеха и на переработку в пилеты. Почти как форсажи на пересечении Крылова и Шевченко не разъехались иномарки, одна перевернулась. ДТП произошло ориентировочно в 17.15. Пежок, как сообщают очевидцы, двигалась по улице Шевченко. При повороте налево водитель не уступил дорогу Мазде, которая ехала по Крылова от Минской в сторону Гоголя. От удара француза прокинулся на бок. Он меня не заметил и не пропустил. Я был один, мужчина тоже один. Помог ему вылезти, достал его сразу. Все живы-здоровы, самое главное. Нам машины починятся. Оба автомобиля получили механические повреждения. По предварительным данным никто не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку. Централизованный экзамен, плановый прием и един реестр. В Беларуси к следующему году появится база пустующих домов, что можно будет узнать в режиме онлайн. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси отмечается существенное снижение числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки выявлено 1238 заразившихся. Ранее Минздрав заявил, пятая волна пошла на спад. Медучреждение постепенно переводит на плановый режим работы. Для проведения предстоящих полевых работ из городов пригласят более 3000 механизаторов. Всего же потребуется как минимум 35 тысяч специалистов. За помощью обратятся к промышленным предприятиям, учебным центрам и вузам. Напомним, к 25 марта 95% техники должно быть готово к весенней посевной. РИК свел новую опцию для абитуриентов, которые будут поступать в вузы с 2023-го и сдавая централизованный экзамен. На сайте выставлены задания для пробного тестирования. Сейчас белорусские старшеклассники также могут пройти третий этап РТ – сдать любой из 15 школьных предметов. Пройти его можно в режиме онлайн или очно по 30 апреля. В Беларуси к 1 января 2023-го все пустующие дома внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным. Каждый желающий сможет посмотреть характеристики постройки, а также в режиме онлайн увидеть местоположение, состояние и узнать возраст здания. Следующие длинные выходные ждут белорусов с 30 апреля по 3 мая, которая выпадает на Радуницу. Отработать за второе число придется в субботу 14-го. Еще три дня отдыха придутся на 7-е, 8-е и 9-е мая. Таким образом, рабочая неделя получится трехдневной. После ближайшей праздничной уикенд стоит ждать лишь осенью. Наступила пора природы пробуждения, а еще авитаминоза. Плохое настроение, бледность кожи, выпадение волос, упадок сил и сонливость – все это из-за недостатка витаминов и важных микроэлементов. В марте с этой проблемой сталкивается чуть ли не каждый. Как не проспать весну, знает Карина Гуревич. На календаре март за окном солнца природа пробуждается от зимней спячки. Именно в эту пору возникает вопрос, почему не просыпается организм. Затяжная простуда, раздражительность, упадок сил и головные боли – всему виной весенний гиповитаминоз. С данной проблемой сталкивается практически каждый из нас. Необходимо обратиться к лечащему врачу для прохождения общеклинических анализов и для сдачи анализов на содержание какого-либо витамина, либо витаминов в крови. Глубокая недостаточность какого-либо витамина, либо нескольких витаминов в крови. Гиповитаминоз означает просто недостаток какого-либо витамина в крови в результате недостаточного поступления витаминов в организм. В случае нехватки витаминов и микроэлементов лечение откладывать не стоит. Непродуктивность – это лишь верхушка айсберга. Симптомы могут быть куда серьезней. Шелушение, высыпание на кожу, ломкость ногтей, безжизненные волосы и потрескавшиеся губы грозит такое состояние и обострением хронических заболеваний. Лекарственные средства, содержащие группу В, при повышенных умственных физических нагрузках, при заболеваниях нервной системы. Также, например, витамин С при повышенной заболеваемости. Витамин Д, так как у нас недостаточное количество солнца. Детям мы рекомендуем витаминно-минеральные комплексы, содержание мхолина, который улучшает работу мозга, биотина, участвует в обмене белков, жиров и углеводов. Также омега-3 обязательно необходим для нормального роста и развития детского организма. И все-таки, если проблема не критичная, ее можно решить в домашних условиях. В первую очередь правильным рационом. Подобрать его поможет диетолог или нутрициолог. В меню обязательно должны быть фрукты, минимум два раза в день, плюс овощи, зелень, ягоды подойдут и замороженные. Конечно же, это включение омеги-3. Это прежде всего рыба. То есть два-три раза в неделю у человека, на его столе должна быть рыба. Предпочтительнее это рыба жирных сортов, ну, при условии, что человеку можно употреблять такую рыбу. Ни один продукт не содержит полный витаминный набор, поэтому пища должна быть разнообразной. Для перекуса подойдут орехи, семечки кунжута и льна разбавят любой салат. В качестве заправки лучше использовать масло, например, оливковое. Замените пустые ароматизированные чаи на натуральные травы, шиповни, калину, малину, мяту или мелису. Подойдут и сушеные фрукты, яблоко, апельсин или лимон. Добавьте для сладости ложку меда и наслаждайтесь. Медики советуют не доводить организм до появления очевидных симптомов. Лучше позаботиться о здоровье заранее. Правила все те же, что и при лечении. Сбалансированное питание, витаминный курс и здоровый сон. Тогда вместе с природой проснется и весеннее настроение. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Вошли в топ-10 в Бобруйском училище Олимпийского резерва. Чувствовали лучших спортсменов по итогам прошлого года. ООР давно имеет неофициальное звание элитного учреждения Беларуси, где функционируют 12 отделений. Самые популярные – женская борьба, гребля, легкая тяжелая атлетика. Занимаются здесь 234 учащихся. 63 воспитанника входят в составы сборных и национальных команд. Название мастера спорта в этот день присвоено Юлии Возной. Сегодня очень радостный для меня день. Я долго шла к этой цели. Я очень рада и благодарна всем своим тренерам. Бобруйскому училищу есть чем гордиться. Наши выпускники, спортсмены достигали наивысших результатов спорта и даже первого золотого Олимпийского пьедестала. Это пример Александр и Андрей Богданович. Грамоты и цветы по итогам 2021-го получили и 13 тренеров. Среди них Олег Коряков, Ваграм Аганесян, Михаил Рабиковский и Ольга Зимцова. Стипендии президентского спортивного клуба удостойны Наталья Сизенок и ее ученик Игорь Проваторов, который занял второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юношей. С песнями и блинами. В Бобруйске простились с морозами и вьюгой. В парке культуры и отдыха развернулись настоящие гуляния. Кульминацией масляничьей недели стал обряд сжигания чучела. О самом зрелищном моменте Ольга Васинда. Бобруйск прощается зимой. Проводы устраивают в парке культуры и отдыха. Здесь разворачиваются настоящие гуляния. С песнями, играми на свежем воздухе и работой фудкорта. В ассортименте блины с ветчиной, сыром, повидлом и сгущенкой. В масленичном меню также драники, колбаски и шашлыки из свинины и птицы. Все уходит на ура. Не ожидал, что приготовим больше пяти килограмм точно. А уже и того, и того ушло порядком пяти-шести килограмм. Борьба за петуха – настоящее шоу. На кону четыре приза. Условие одно – добраться до верхушки 12-метрового столба. По старой традиции, для лучшего скольжения перед началом забав его окропляют ледяной водой. Виталий Сергеенков срывает куш дважды. Забирает заветную клетку и пакет сладостей. Тяжеловато было. Тяжеловато было петуха доставать. Он убегал. Развлечения здесь подготавливают не только для любителей адреналина. Перетягивание каната, забивание гвоздей на скорость, бег в мешках и даже бои с подушками. Самые ловкие и сильные уходят не с пустыми руками. Мы поучаствовали во всех соревнованиях. Дети поучаствовали, все конфеты получили. Нам понравилось. На Масленицу открывается сезон работы аттракционов. Веселые горки, сюрприз, мини-джет и автодром. Билеты от 2,5 рублей до 4. Самые дорогие – летающая тарелка, сальто и калипсо. Ты довольна праздником? Да! А что тебе здесь больше всего понравилось? Горки! А лошадки? Да! Ярко, красиво, уже люди все соскучились по праздникам. Поэтому рады, наверное, любым добрым и красочным мероприятиям. Очень нехорошие эмоции, очень веселый праздник. Слава богу, солнышко в праздник вылезло. Самый зрелищный момент. Файр шоу на ходулях. Захватывающие номера и трюки с огнем выполняют артисты в специфических костюмах. Кульминация праздника – сжигание чучела. Так были уверены наши предки, уходило все плохое. Чем больше разгорится костер, тем быстрее придет весна и урожайнее будет год. Считалось, что с сожженным чучелом уходили все напасти и невзгоды прошлого. Именно поэтому действие всегда сопровождалось песнями и плясками. Люди находились в радостном ожидании нового. Сразу после нас Сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok